Сейчас хочу обратиться к учителям России. Учителя России. Введите, пожалуйста, предмет оправдывания российских преступлений. Ну, понимаете, я в эфирах разговариваю с детьми России, и они не знают, например, Бригожин бомбил российские войска, МВД, которые стреляли по нему, а он стрелял по ним. Получилась перестрелка, и люди погибали. И были посещены мирные жители, включая дома, машины. И дети такие, Луганск, Донбасс бомбили, а про себя не знаю, что сказать. Поэтому я предлагаю вам заранее подготовиться, почему бомбили. И кто был прав? Бригожин был прав. Жители Воронежа даже не смогли сказать, кто их бомбил. Ну, они увидели, что дома посвящены, увидели, что как бы внучка приехала вся в крови, но как бы кто, что, как бы историю молчат. Мне кажется, вообще Воронеж больше всего волнует, даже никто победит, а выплатят ли им выплаты за ущерб, материальный ущерб. Ну, так вот, я помню в начале войны, а может даже это было до войны, какая-то россиянка, то ли это было мужское и женское, что-то типа этого. Ну, просто меня поразил тот момент, что женщина оправдала мародерство. Значит, там был какой-то дом, ну, наверное, ничейный, может, дача. И туда зашли, как говорят, мальчики, вот, устроили там погром, что-то нажрались, набухались, в общем, насрали чуть ли не на кровать, вот, и спиздали типа телевизор, что-то такое. Ну, а что такого? Ну, а что такого? Ну, мальчики немножко повеселились. Как называется, повеселились. То есть это не её дом, понимаете? Это не её дом. Я ещё недавно прочитала, что, помните, это Левитан, который таким серьёзным голосом говорил, что без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Так у него внук его убил и его дочку. То есть у Левитана была дочка, а у этой дочки был сын. Так вот, сын убил мать. Вот, лет пять назад. А может, не пять, может, десять. Ну, в общем, короче, недавно. Прикиньте, там зарубил её сначала топором, а потом там какие-то ещё ножевые ранения нанёс на лицо. В общем, она что-то долго умирала. Прикиньте, ну, надо как-то объяснить. Ну, как-то надо всё объяснять, понимаете? Чтобы всё ложилось ровненько, чтобы русская душа была такая вот. Русская душа, пробудись, знаете. Боже мой, Хрущёв. Дочку Хрущёва сбила маршрутка. Ой, не маршрутка, а электричка. То есть как женщина, ей там было 80 с чем-то лет, она шла через пути, и её задавил поезд. Не знаю. Преступления, которые совершаются в Украине, вы уже оправдали. Так, в тюрьмах, в тюрьмах насилуют ваших же мужчин. Вот, растягивают ноги. Один с одной стороны, другой с другой стороны, а третий растёгивает шеринку и входит в... ну, входит в него. Вот. И тот кричит, мужики, ну что вы делаете, что вы делаете? Вы же всё это оправдываете, россияне. Вот вы такая загадочная, понимаете, страна, где вот что бы я ни рассказала, ну как эта электричка может сдавить человека? Ну как это сын может зарубить мать? Ещё нанести какие-то ножевые, ножевые удары на лицо, по лицу, да? Ну как это можно в чужом государстве защищать свою родину? Как можно оправдывать геноцид нации на государственном масштабе? Как можно задержать военнопленных, где действуют Женевские конвенции, да? А вы не подпускаете Красный Крест, не даёте людям звонить домой, не даёте людям есть. Есть. Люди там капельки считают. Вот они едят и думают, капелька не должна упасть. Или тарелка глубокая. Представьте. Так что вы оправдаете абсолютно всё. Так что давайте вводите предмет, чтобы дети России могли оправдать любое преступление. Чтобы им никогда не было стыдно, что русские не бывают неправы, что есть такая святая страна на всей планете. То есть нет святых стран, а вот у вас страна святая. Просто святая. И даже не нужно не умирать, чтобы попасть в рай, потому что если вы живёте на России, вы уже в раю. Давайте, введите такой предмет. Субтитры создавал DimaTorzok